Сочинские спасатели получили команду на выезд вечером 6 июля. Отправились в Геленджик, где сильные ливни угрожали серьезным подтоплением. Уже в дороге получили информацию. В Крымске катастрофа. И сразу изменили маршрут. В 6 утра они уже выполняли свою главную обязанность. Спасали людей. Снимали с крыш, доставляли в безопасные места, лечили. Человек 25. Первая партия моя была. Человек 25. Все были с травмами, с переохлаждением, со скальпированными ранами головы, со скальпированными ранами нижних конечностей. Потому что люди пытались выскочить в окно. То есть это все было порезано оконными стеклами. Есть у медсестры МЧС и другие воспоминания. Такие, что и захочешь, не забудешь. Самый тяжелый случай был это годовалый мертвый ребенок. Об этом Яна Федотова и спустя год говорить не может. Но запомнилось и другое. Как люди, отойдя от первого шока, все пытались угостить приехавших на помощь уцелевшими овощами и фруктами с огородов. Крымск сразу оказался в центре внимания. В город прибыл президент России Владимир Путин. Губернатор Александр Ткачев встречался с крымчанами несколько раз в неделю. Вообще, краевые власти в эти первые самые сложные дни и недели круглосуточно контролировали ситуацию. В город вместе с волонтерами со всей страны отправились и сочинцы. Представители администрации курорта на месте определяли, что нужнее всего пострадавшему Крымску от Сочи. Отклик был мгновенным. Я пришла на работу, у меня под дверью уже стояли три человека с помощью. Население всегда наше очень милосердное. Они настолько сострадательные. Это сколько можно много говорить, называть чрезвычайных ситуаций. И население никогда не оставалось в стороне. Сотни людей несли в пункты приема все самое необходимое – от моющих средств и одежды до детского питания. Вот это вот детская площадка. Это вот кроватки двухъярусные, которые мы приобрели для детишек. Сочинский Красный Крест помог заново оборудовать детский сад практически смытой стихией. Перезваниваются с крымчанами до сих пор. И это не единственная история дружбы. Управление по образованию наладило помощь коллегам и школьникам предельно адресную. Первоклассница из Крымска Даша Новиковой, ученики сочинской школы номер 14, собрали настоящее приданное – от белья до пенала. В день отправления в пенал вложили маленькую записочку с просьбой, что когда дойдет до места, чтобы мама или девочка нам позвонили. 1 сентября раздался звонок, ребенок пришел из школы, открыли новый пенал и случайно обнаружили вашу записку. Говорит, нашей радости не было предела, даже не потому, что нам помогли, а потому, что все видно было, что все собрано от души, что ребенок был дорог не только своим близким, но и действительно каким-то совершенно посторонним, как нам казалось, людям. Конечно, мы были в восторге, мы не ожидали, что есть такие отзывчивые, добрые. Есть, конечно, но мало таких людей, которые отзывчивые, добрые. Семье Новиковых помогал выпускной класс. Кстати, их результаты ЕГЭ превзошли ожидания. И даже несуеверные педагоги сейчас поговаривают, возможно, это, сделанное молодыми людьми добро, вернулось к ним, пусть и в виде баллов.